Мемориальный комплекс детям ахвером войны у Агроградку «Червоный берег» был открытый в 2007 году и за этот час принял больше миллион человек. По часу жалобного митинга тут так само шматлюдно. Ушиновать память заинувших детей приехали представники Улады, ветераны, былые вязни канцлагеров и молодь. На ваше каждого сумма смуток за скалеченные детячие леса. У думках вечная память об их. Я очень уважаю это место и мне нравится здесь бывать. Очень жаль, конечно, детей. Мы должны помнить о них и мы должны постоянно посещать это место. А еще мы, как подрастающее поколение, должны делать все, чтобы на земле захоронился мир. Митных распрашинается у складания бянковых веток до скульптуры девушинки, якая небы просить до помои у неба и высобляя боль о маль двух тысяч загубленных тут детяших життев. У годы войны на этом месте размещался детяже канцлагер. Захопники отбирали детев батьков для сбору крыви, параненым немецким солдатам и офицерам. У центральной часце одинаго в свете мемориала, просвеченного детям агвером войны, стилизованный класс с белыми партами, за який уже никто и николе не сядзе. Николе тут не прогучить и школьный звонок. Побач лист 15-годовой Кати Сусаниной, текст, якого крана до глубины души. До речи и празминулые после перемоги годы, былые неполнолетние вязни канцлагеров, узгадывающие перожитые немецкие зверствы, не могут стремливать слез. У каждого из нас своя судьба, своя история. Нас, конечно, убивали, травили газом, топили в болотах, морили голодом, холодом, заражали цифром, забирали кровь. Но мы все это пережили, восстановили хозяйство, расцвела наша республика. Основное действие митингу разгорнулося на головной площади мемориала для белого корабля «Мары» за именами загинувших тут неполнолетних. Театрализованное представление зуделом дитяжих коллективов было просякнуто темой загубленного угадывялей кайчинной войны дятинства. И одночасово гучал свою особливую гимну миру и светлой будущине, головным складающим счастливого життя, які необходимо имкнуться заховывать сучасному поколению. Вероника Ворошилина, Валерий Гопанько, телеродор-компания «Угомель» Сожлобинского района.